В минувшие выходные состоялись досрочные выборы глав двух муниципальных образований Демьяновского городского поселения в Подосиновском районе и Михайловского сельского поселения в Тужинском районе. Как отметили в избирательной комиссии региона, выборы прошли спокойно и без серьезных нарушений. За ними активно наблюдали 54 члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 55 наблюдателей от кандидатов и представителей всех четырех парламентских партий, а также практически на каждом избирательном участке присутствовали средства массовой информации. В целом 33 избирательные участка работали на территории Кировской области и практически на каждом избирательном участке находилось по 4-5 контролеров, которые следили за выборами. Явка на выборы в Кировском одномандатном округе номер 19 была 8,76%, что составило средний показатель по таким же выборам, которые проходили в предыдущие годы. В Подосиновском районе явка была 29,36% и в Тужинском районе более 69%. Серьезных жалоб на нарушения избирательного законодательства не было, а в избирательную комиссию Кировской области жалобы не поступали. Были отдельные замечания, но они устранялись в ходе голосования. По итогам голосования в Михайловском сельском поселении Тужинского района победил представитель партии «Справедливая Россия» Евгений Аносов. Главой Демьяновского сельского поселения стал представитель партии «Единая Россия» Александр Шорохов. В Кирове по 19-му одномандатному округу победу одержал также представитель партии «Единая Россия» Ирина Морозова. Люди поддерживают нашу партию, поэтому я думаю, что законодательное собрание прошло Ирина Геннадьевна. Это очень достойный кандидат, и она будет достойно решать те вопросы, которые решаются в законодательном собрании области. Тем более, что это нам будет сегодня единственный представитель медицины нашей области. Михаил Конышев, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.